Представьте себе, 3 июля 1969 года, космодром Байконур, ночь. Огромная ракета высотой 105 метров, выше 30-этажного дома, медленно отрывается от стартового стола. Инженеры в бункере замирают, космонавты в гостинице прильнули к окнам. Что бы вы почувствовали в виде, как через 18 секунд эта громадина падает обратно и взрывается с силой 7 килотонн. Взрывная волна сносит стекла за километры вокруг, превращает стартовый комплекс в руины. А мечту о советской высадке на Луну – в пепел и металлический лом. Долгие годы подробности этой катастрофы были строжайшей тайной. Но сегодня мы расскажем о четырех попытках покорить небо, которые закончились четырьмя взрывами. История ракеты «Н-1» началась в начале 60-х, когда Сергей Павлович Королев, еще не оправившийся от триумфа запуска Гагарина, уже смотрел дальше. Луна манила. Американцы объявили о программе «Аполлон», и СССР не мог остаться в стороне. 25 мая 1961 года президент Кеннеди заявил всему миру «Американцы высадятся на Луну до конца десятилетия». Это был вызов, который Советский Союз принял. Королев разработал проект гигантской ракеты, какой мир еще не видел. Пять ступеней, высота 105 метров, стартовая масса 2750 тонн. На первой ступени 30 двигателей, работающих одновременно. 30! Американцы использовали на своем «Сатурне-5» всего пять мощных двигателей. Но у СССР не было таких двигателей, поэтому решили собрать связку из множества более слабых. Можете представить, что чувствовал Королев, работая над этим проектом? Он понимал, это его последняя великая мечта. Он уже был болем, сердце давало сбои, врачи предупреждали. Но он не мог остановиться. Работал по 16 часов в сутки, курил папиросу за папиросой, пил черный кофе литрами. Жена умоляла беречь себя. Коллеги предупреждали, нужно делегировать. Но Королев не умел работать иначе. Каждая деталь проходила через его руки. Каждое решение требовало его одобрения. 14 января 1966 года Сергей Павлович Королев умер на операционном столе. Ему было всего 59 лет. Смерть главного конструктора стала первым ударом по программе N1. Его преемником стал Василий Павлович Мишин, талантливый инженер, но совсем другой человек. Где Королев был жестким диктатором, Мишин был мягким дипломатом. Где Королев давил авторитетом, Мишин пытался убедить. И это оказалось роковой ошибкой. Программа начала буксовать. Денег не хватало. Приоритеты менялись, сроки срывались. Самое страшное, из-за экономии отказались от строительства стенда для огневых испытаний всей первой ступени в сборе. Решили, что достаточно проверить каждый двигатель отдельно. Никто не мог предположить, что 30 двигателей, работая вместе, создадут эффекты, которые невозможно предсказать теоретически. Американцы тем временем методично шли к своей цели. Каждая ступень Сатурна-5 проходила десятки огневых испытаний на специальных стендах. Каждый полет тщательно анализировался. Они не спешили, проверяли все и еще раз. А СССР торопился. Слишком торопился. 21 февраля 1969 года на Байконуре собралась вся элита советской космонавтики. Первый пуск — Н-1. Все понимали, это исторический момент. Если получится, СССР снова обгонит Америку. Если нет, никто не хотел об этом думать. В 12 часов 18 минут прозвучала команда «Пуск». 30 двигателей взревели одновременно. Земля задрожала. Пламя вырвалось из-под ракеты столбом высотой в сотни метров. Громадина начала медленно подниматься. Первые секунды — все шло штатно. Но через несколько секунд система контроля двигателей «Корт» отключила один двигатель, потом противоположный ему для симметрии тяги. Ракета продолжала лететь. Казалось, справится. Но на 66-й секунде сильная вибрация оборвала топливопровод. Топливо и окислитель смешались. Начался пожар. Огонь повредил проводку. Возникла электрическая дуга. Система «Корт» решила, что это проблема с турбонасосами. И на 70-й секунде отключила все двигатели сразу. Ракета, летевшая на высоте 14 километров, превратилась в падающую глыбу металла. Через несколько секунд — взрыв. Вспышка в небе. Обломки летят во все стороны. Борис Черток, один из ближайших соратников Королева, позже вспоминал. «Ни страх и ни досаду, а некую сложную смесь сильнейшей внутренней боли и чувства абсолютной беспомощности испытываешь, наблюдая за приближающейся к земле аварийной ракетой. На твоих глазах погибает творение, с которым за несколько лет ты соединился настолько, что иногда казалось, в этом неодушевленном изделии есть душа». Что бы вы почувствовали на его месте? Годы работы, миллионы рублей, надежды всей страны. Все превратилось в груду искореженного металла в казахстанской степи. Но это было только начало. Самое страшное было впереди. Второй пуск назначили на 3 июля того же года. Времени на доработки было мало. Американцы уже готовились к высадке на Луну. Счет шел на месяцы. Конструкторы установили фильтры в топливные насосы, усилили контроль, проверили все, что могли. Казалось, учли прошлые ошибки. При подготовке ко второму пуску на космодроме присутствовали космонавты. Алексей Леонов, Валерий Быковский, Анатолий Воронов и другие. Они поднимались на самый верх ракеты, 105 метров. Осматривали лунный корабль, который должен был доставить советского человека на Луну. Представляете их чувства? Кто-то из них мог стать первым на Луне. Все зависело от этого пуска. Вечером, когда космонавты вернулись в гостиницу, начался обратный отсчет. Они вышли на балконы, смотрели в сторону стартовой площадки. Было темно, но ракета подсвечивалась прожекторами. Величественная, огромная, прекрасная. Надежда СССР. Последний шанс обогнать американцев. В 23 часа 18 минут прозвучала команда старта. 30 двигателей включились. Ракета начала подниматься. И тут, всего через 0,4 секунды после отрыва от стартового стола, когда ракета поднялась буквально на несколько метров, взорвался 8-й двигатель. Взрыв повредил соседние двигатели, возник пожар. Подъем резко замедлился. Ракета, охваченная пламенем, начала наклоняться. 18 секунд она боролась, пытаясь взлететь, но тяги не хватало. На 18-й секунде полета громадина рухнула обратно на стартовый стол и взорвалась. Это был один из самых мощных неядерных взрывов в истории. Мощность – около 7 килотонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, это половина мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрывная волна пронеслась по космодрому, сметая все на своем пути. Стекла выбило во всех зданиях в радиусе нескольких километров, включая гостиницу космонавтов. Анатолий Воронов вспоминал. Вдруг вспыхнуло, мы успели сбежать вниз. И в это время ударной волной выбило все стекла. Можете представить. Будущие космонавты, которые должны были лететь на этой ракете, чуть не погибли от взрывной волны прямо в гостинице. Стартовый комплекс был полностью уничтожен. Разрушились все шесть подземных этажей стартового сооружения. 145-метровая башня обслуживания сдвинулась с рельсов. Один из молнии отводов рухнул, свернувшись спиралью. Воронка от взрыва достигала 15 метров в глубину. Восстанавливали стартовый комплекс почти два года. Эти слова потрясли всех присутствующих, когда комиссия огласила результаты расследования. Причиной взрыва стал посторонний предмет, попавший в кислородный насос восьмого двигателя. Посторонний предмет. Возможно, обычная гайка или кусок тряпки, забытый рабочим. Из-за этой мелочи погиб проект стоимостью в миллиарды рублей. Но программу не закрыли. Установили фильтры, ужесточили контроль качества, усилили все, что можно было усилить. Америка уже высадилась на Луну. 20 июля 1969 года Нил Армстронг ступил на лунную поверхность. СССР проиграл лунную гонку. Но Н-1 могла пригодиться для других целей – орбитальных станций, межпланетных экспедиций. Третий пуск состоялся 27 июня 1971 года. На этот раз в программе был маневр увода ракеты от стартового комплекса, чтобы в случае аварии она не упала на площадку. В 2 часа 15 минут ракета оторвалась от стола и начала подъем. Маневр увода выполнился. И тут началось непредвиденное. Из-за газодинамических эффектов, которые не учли в расчетах, ракета начала вращаться вокруг продольной оси. Медленно сначала, потом все быстрее. Рулевые сопла пытались справиться, но вращающий момент был слишком велик. Через 48 секунд ракета провернулась на 200 градусов. Перегрузки нарастали. На 49-й секунде начала разрушаться вторая ступень. Головной блок с третьей ступенью оторвался и упал в 7 километрах от старта. Первая и вторая ступени продолжили полет. Уже неуправляемый, безумный. На 51-й секунде система отключила двигатели. Обломки рухнули в 20 километрах от площадки и взорвались, выбив воронку глубиной 15 метров. Долгие годы никто не мог понять, что пошло не так. Расчеты показывали, что все должно работать. Только моделирование на электронных машинах с использованием реальных данных телеметрии раскрыло правду. Возмущающий момент от струй 30 двигателей в несколько раз превышал управляющий момент рулевых сопел. Теоретики просто не учли этот эффект. Невозможно было предсказать его без полномасштабных испытаний. Четвертый и последний пуск произошел 23 ноября 1972 года. Ракету доработали. Установили более мощные рулевые двигатели. Учли все прошлые ошибки. В 9 часов 11 минут ракета ушла со старта. Полет проходил штатно. 90 секунд. Больше, чем у всех предыдущих попыток. Казалось, наконец-то получилось. На 90 секунде по программе начался переход на режим конечной тяги перед отделением первой ступени. Шесть центральных двигателей отключились. Скорость подъема резко упала. И от этого возник непредвиденный гидравлический удар. Четвертый двигатель вошел в резонанс. Разрушились топливные трубопроводы. Начался пожар. На 107 секунде ракета взорвалась. Четыре пуска. Четыре неудачи. Четыре взрыва мечты о советской Луне. Программу закрыли в 1974 году. Готовые ракеты порезали на металлолом. Двигатели законсервировали. Документацию засекретили. Десятилетия об этом не говорили. Но уроки Н1 спасли жизни позже. Конструкторы поняли, нельзя испытывать сложную систему только в полете. Нужны стенды, наземная отработка, многократные проверки. Этот принцип использовали при создании ракеты «Энергия» в 80-х. И она полетела с первого раза. Поняли важность резервирования систем, дублирования, запасов прочности. Научились моделировать сложные процессы на компьютерах, а не полагаться только на теоретические расчеты. Сегодня двигатели НК-33, созданные для Н1, считаются одними из лучших в мире. Их используют на современных ракетах. Оказалось, проблема была не в двигателях, а в отсутствии комплексных испытаний. История Н1 – это история амбиций, превысивших возможности, мечты, опередившей технологии, спешки, погубившей проект. Но это и история мужества инженеров, не сдававшихся после каждой неудачи. История преданности делу людей, отдававших жизнь космосу. Если эта драматическая история четырех взрывов, погубивших советскую лунную программу, но научивших создавать более совершенные ракеты, заставила задуматься о цене прогресса и важности тщательной подготовки, поставьте лайк этому видео. Напишите в комментариях, как думаете, мог ли СССР высадиться на Луне, если бы Королев остался жив? Что было важнее, скорость или надежность? Подписывайтесь на канал «Вспомним СССР». Впереди еще много историй о триумфах и трагедиях Великой космической эры. Спасибо, что были с нами.